В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» члены партии «Единая Россия» вместе с сотрудниками Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». В ходе акции волонтеры и сотрудники ГИБДД обратились к пешеходам с просьбой соблюдать правила дорожного движения, переходить проезжую часть в разрешенных местах и по пешеходному переходу. Альбина Ламкова продолжит тему. Обязательно мы должны убедиться, что все три полосы остановились, а потом переходить дорогу. Хорошо? Нужно смотреть, чтобы машин было мало, и тогда переходить. И одеваться в заметную форму, чтобы водитель видел тебя на дороге. И нужно не превышать скорость, потому что если человек будет переходить, он не заметит и просто собьет его. Он же не успеет на тормоза нажать. Мероприятие прошло уже в леного пешеходного перехода Черкеска. Волонтеры партии «Единая Россия» и сотрудники ГИБДД напомнили о необходимости носить на одежде светоотражающие элементы, так как большинство наездов на пешеходов приходится в темное время суток или в условиях плохой видимости. А также обратили внимание пешеходов на опасность использования современных гаджетов во время перехода проезжей части. Невнимательность и спешка водителей порой приводят к печальным последствиям. По данным статистики, на территории республики зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Из них 9 погибло, в том числе один ребенок. 54 ранено и 15 из них детей получаются. Даже если горит зеленый сигнал светофора, необходимо полностью убедиться в безопасности перехода. Правила дорожного движения нужно соблюдать обязательно для безопасности своей жизни, в принципе, для своего здоровья. Неизвестно, может произойти любая ситуация, в которой человек может сильно пострадать. В зоне риска может оказаться каждый, отметил Тимур Дахчуков. Но пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По сравнению с водителями, они физически не защищены. И в дорожно-транспортных происшествиях зачастую получают очень тяжелые травмы, в том числе и несовместимые с жизнью. Еще госсоинспектор обратил внимание, чтобы взрослые личным примером показывали соблюдение правил дорожного движения. Это лучшее средство воспитания ребенка. По данному направлению проводится очень большая работа во всех наших школах по городу Черкесску, во всех дошкольных учреждениях, садах и детсадах. С детьми проводится обязательно профилактическая беседа о том, что обязательно нужно знать, где и как переходить пешеходный переход. Также хотелось бы обратить к родителям, вели беседу с детьми о том, что они должны не нарушать правила дорожного движения, а переходить в определенном месте, где у нас есть пешеходные переходы. Безопасность на дороге зависит как от пешеходов, так и от водителей. Особую бдительность следует проявлять по отношению к детям и пожилым участникам дорожного движения, которые часто неверно оценивают дорожную ситуацию и не могут быстро и правильно среагировать на происходящее в проезжей части. Быть предельно внимательным при проезде перекрестков и пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим, исключив рискованные маневры. У нас проходят оперативно-проходительные мероприятия, пешеход. Хотелось бы, конечно, центрировать внимание вам, как водителю, чтобы вы не нарушали эти правила дорожного движения. Соответственно, к подъезду к пешеходному переходу обязательно сбрасывали скорость. Безину вы поменяли, все хорошо у вас. Все, тем более, на зимний период переходим, надо будет быть аккуратным. Хотелось бы какую-то памятку вам вручить, чтобы вы это почитали обязательно. Здесь опять факты о всех правах на дорожное решение, которые конкретно касаются вас и водителей. Хорошо? Инспекторы рассказали об ответственности, которая предусмотрена за административные правонарушения. И призвали всех водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. А что бы вы пожелали участникам дорожного движения? Аккуратности, ценить свое здоровье и чужих тоже. Самое главное – аккуратность и внимание ко всему. Альбин Ламкова, Лейбастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова